I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to! И первый раз я в Тампере. И если вы посмотрите немного в историю, это было очень большая дистанция для сведений в женской классе. Что такое самоориентирование? Это ориентирование на местность и в лесу. Нам все по себе подразумевает. Это карта-компас и контрольные пункты в лесу, которые нужно пройти и найти. Чем быстрее пройдешь, тем лучше показатель для себя. Это в принципе твое здоровье. Постоянно в свежем воздухе, постоянно в лесу. Это очень хорошо для здоровья, для всего. А где идем? Постоянинным и порядком 13.14. И теперь мы тоже... Джон Данкан из Грейт-Бритена! Постоянно в литературе можно заниматься в принципе, в той же семье, от 3-4х лет, когда начинает мысль видеть ребенка развиваться, когда самостоятельно, И до глубокой старости, что у нас нет возрастного предела, до какого можно. Пока живет человек, пока можно заниматься спортивным ориентированием. Вот в чем заключается спортивным ориентированием. Спортивное ориентирование – это почти моя вся жизнь. Начал заниматься 77-го года и занимаюсь по сей день. А так, в принципе, вся жизнь проходит, ориентирование остается. Мы надеемся, что мы все сделаем хорошо и правильно. И никто не будет нам предъявлять больших претензий, понимая, не понимая. Спортивное ориентирование, оно развивает, во-первых, память, выносливость, реакцию на молниеносный выбор пути движения. Это очень главное. Это один из самых лучших видов спорта, который вообще есть на Белом свете. 5, 7, 10 секунд. И он уже прошел видеоконтрольный пункт. Говорят, он приближается здесь, здесь, на видеоконтрольный пункте. Сейчас мы увидим его результат. Юра, Юра Венченко сейчас здесь проведет. И второе время. Сейчас мы снова видим его. Лучший украинский спортсмен и чемпион мира у нас на средней дистанции. На сегодняшний день на Украине много прекрасных проводится соревнований на высоком уровне. Одни из таких соревнований проходили недавно в Киеве. Это памяти афганца Олега Анищука, которые собирают очень большое количество участков практически со всех областей Украины. И на этих соревнованиях даже принимали участие представители стран СНГ, Молдовы, Белоруссии, России. Очень прекрасное соревнование. Есть у кого учиться. Так что прекрасный вид спорта. Старк. Молдовы, 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 Молдовы. Человек, Молдовы. Активное ориентирование это очень хорошо. Советую всем заниматься. Это помимо физической нагрузки, еще и умственная. А это что еще надо еще для счастья? Для меня это, можно сказать, так, жизнь в жизни. Это и семья, и хобби, и работа. И вообще это прекрасно. Лучше износиться, чем заржаветь. Берегитесь. Для меня это вся жизнь, потому что с 40 лет, да нет, это 43 года, я в ориентировании, а ориентирование в 49. За это время, за эти 40 лет, которые я в ориентировании, готовлю карты. Со всей силы стараюсь, чтобы всем понравилось. И как результат, люди не бросают это все эти годы. Прибывают, прибывают, прибывают. Молодые, старые не уходят. Это, как тут говорят, самый лучший вид спорта, лучше, чем футбол. Очень понравилось все место, которое вы выбрали. Расположение, или последнее табло, знамена. Все очень хорошее такое. Озеро. Я думаю, что будет хорошее соревнование. Самое лучшее первенство. Спортивное ориентирование – это класс. Сейчас мы собрались на соревнованиях с Кайл-Бусян. Это хорошее соревнование. Я так думаю, всем понравились. Мне лично они понравились, потому что я ставил дистанции. Спортивное ориентирование для меня – это здоровье, хорошее настроение, хорошая компания, приятное времяпрепровождение. Погода отличная. Белорусы forever. Вот чемпионы наши стоят. Я люблю спортивное ориентирование. Я когда-то обогнала китайцев. Это было классно. На чемпионате мира, между прочим. Да. Я люблю спортивное ориентирование. 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 Продолжение следует...